Сегодня у нас очень большой по плану пласт работы, но начать его хотелось бы с задавания тона, который должен звучать следующим образом. Я взял на себя смелость, сегодня мы будем много читать, я постараюсь, чтобы этого не случилось, но раз уж возможность есть, почему бы и нет. Это Цицерон Тускуланские беседы. Как мыслят о смерти бессмертные боги, об этом рассказывают в школах, притом без всякой выдумки, а со ссылками на Геродота и других многих писателей. Рассказ этот известен. У аргоской жрицы было два сына, Клеобис и Бетон. По обряду жрицу должны были в день установленного праздничного священнослужения ввозить в храм на колеснице. Но от города до храма было далеко, повозка запаздывала, и вот эти юноши, сбросив одежды и натеревшись маслом, встали сами под ярмо. Так жрица явилась в храм на колеснице, запряженной собственными сыновьями, а в храме взмолилась богиня, чтобы дети за любовь свою к матери удостоились бы самой высокой награды, которую боги могут дать человеку. Юноши были при матери за трапезой, а потом они отошли ко сну. Поутру их нашли мертвыми. Подобной молитвой, говорят, молились Трафоний и Агамет. Воздвигнув в храм Аполлону Дельфийскому, они преклоненно обратились к богу, прося за свое творение и труд немалую награду. Ничего неопределенного они не сказали, а только сказали, что хотят того, что для человека лучше всего. И через два дня Аполлон воочию показал, что будет им дарована эта награда. Едва наступил третий рассвет, они оба были найдены мертвыми. Так судил бог, и даже тот самый бог, которому все остальные уступили дар провидения. Есть такая сказка и о селении. Когда он попался в плен к Мидосу, то, говорят, за свое вызволение он вознаградил царя таким поучением. Самое лучшее для человека – совсем не родиться, а после этого самое лучшее – скорее умереть. Сегодняшняя лекция будет посвящена отнюдь не совсем или совсем не тому, чему вроде как должна быть посвящена. Иными словами, мы с вами бросаем нашу предыдущую тему, а именно рассуждение о действии, и переходим к следующей теме – разговору о сути. Такая смена парадигмы в первую очередь связана с моим желанием достичь целостности или закольцованности этого курса лекций. Ну или будет лучше сказать этого цикла лекций, конечно, с попыткой создать симметрию. Поэтому сейчас мы оставляем тему действия и переходим к тему сущности. И начинаем мы, как и должны, по сути, начинать с сущности человеческого. И, конечно, начинаем мы с древности. Но перед тем, как действительно иметь возможность начать разговор о сущности человеческого, было бы неплохо сначала хотя бы примерно эту сущность обозначить. Обычно мы следуем с вами за самыми наглыми и самыми устоявшимися общепринятыми определениями. Если мы спросим себя, что такое человек или в чем заключается человеческое, чаще всего первый и самый явный ответ, который мы услышим, будет аристотельянским. Человеческое – это не животное. Человек чем-то отличается от других животных. И это, я вульгаризирую вслед за самим Аристотелем, конечно же, разум. Однако это деление не является полноценным, потому что оно является оторванным от более фундаментального деления, на которое бы стоило сначала посмотреть, чтобы обнаружить ту возможность деления, которую мы подлинно ищем, чтобы обнаружить возможность определения человеческого. И более фундаментальным делением, конечно, оказывается деление живое-неживое. Живое-неживое делится абсолютно понятно. Мы можем сказать, что ключевое свойство живого заключается в том, что оно переходит в неживое. В то время как неживое в живое не переходит никогда. Неживое может становиться частью живого, но неживое в живое не превращается. Таким образом, деление живое-неживое подразумевает, что ключевое свойство живого – это способность умирать. Теперь мы можем легко перейти к делению людей и животных. Мы можем сказать, что, конечно, все живое умирает, и в этом смысле все живое имеет отношение со смертью. Чаще всего непрямое, или можно даже сказать, всегда непрямое отношение со смертью, ибо смерть – это опыт, который невозможно испытать, будучи живым. Однако мы немедленно обнаруживаем, что в отличие от животных у человека также есть отношение к смерти. Мы обнаруживаем это, даже если мы ни о чем не думаем, а лишь верим тому, что говорят нам другие мыслители, или, будет лучше сказать, ученые. Антропологи все чаще заявляют, что они обнаруживают, что первые человеческие захоронения появляются еще до того, как появляются современные люди. Две сотни тысяч лет назад гомоноледи, которые даже не могли говорить, уже погребали мертвых, уже имели некое отношение к смерти. Отношение к смерти, следовательно, феномен требовал к себе отношения не со стороны животных, но со стороны людей. И люди, вырабатывая отношение к смерти, на самом деле вырабатывали культуру. Что такое культура? Самый простой ответ на этот вопрос – культура – это культивация природы. Человеческая природа смертна. Культивируя свое отношение к смерти, люди создают культуру. Культура – это в целом все, что мы можем себе представить. Это и религия, это и философия, это и политика, это и поэзия. Все это каким-то образом имеет своей целью выстроить отношение к смерти. Но, понятное дело, смерть сама по себе, как я уже говорил, это не тот опыт, который можно пережить. Тот опыт, который переживают люди – это не смерть. Это страх смерти. И здесь надо четко понимать, что страх смерти – это не страх неизвестности. Ибо страх неизвестности известен и всякому живому существу в принципе. Страх смерти – это страх предопределенности, страх неизбежности, который один и сам по себе рождает в человеческой культуре трагическое сознание. Сознание того, что жизнь – это на самом деле трагедия. Ибо жизнь каждого человека заканчивается одинаково. И учитывая, что каждый человек – это герой собственной жизни, мы попадаем четко в определение трагедии. Трагедия заканчивается смертью героя. Никак иначе. Именно в этом осознании появилось стремление к обнаружению противоположного, к обнаружению чего-то бессмертного. Если мы обратимся к греческой литературе, например, которую мы так все любим, мы увидим, что Гомер не называет людей людьми. Гомер называет их диалектически – смертными в противопоставление бессмертным, в противопоставление богам. Обнаружение бессмертного также находит свое выражение, конечно же, и в политике, и поэзии, как получение бессмертной славы. Обнаружение бессмертного обнаруживает, простите за эту тавтологию, себя и в философии, в классической политической философии, в сократической политической философии, как обнаружение вечных идей. Философия, правда, претендует на нечто большее почему-то. Идеи бессмертны, но люди никак не могут быть причастны к ним на самом деле, в отличие от бессмертных богов и бессмертной славы. Я процитирую вам Фидона, где Сократ четко дает определение философии. Те, кто подлинно преданы философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью. Итак, хотя все люди при жизни имеют отношение со смертью, которая чаще всего обращается или превращается в страх и печаль, иногда в радость, в зависимости от того, кто именно из ваших знакомых умер. Тем не менее, осознание трагичности жизни, которое и выходит из отношения со смертью, для обычного человека самым наилучшим образом размывается. Размывание это заключается в том, что жизнь – это не просто трагедия. Это трагедия, растянутая во времени. Время позволяет большинству людей отвлечься от наступающего неизбежного, не чувствовать страха предопределенности. Однако есть такие ситуации, при которых этот страх возникает. Эти ситуации могут быть случайными, и мы уже о них говорили, смерть близкого или неблизкого. Вполне себе случайное событие может заставить вас снова ощутить жизнь, как трагедию. Но есть и не случайные события. Одним таким не случайным событием, я бы сказал, ключевым не случайным событием, является война. Война является собой ситуацию ожидания столкновения со смертью. Если в обычной жизни человек не думает о смерти или думает о нередко, в ситуации войны размышления прямо обратны. Война – предельно трагический опыт. И в этом смысле предельно странный, потому что опыт переживания страха на войне, в отличие от опыта переживания страха или печали вне войны требует победы над ним. Невозможно воевать, боясь смерти. Это ситуация, которая не работает. И в этом смысле, занимаясь войной, люди вдруг обнаруживают интересную штуку. Люди вдруг обнаруживают, что у них есть способность не не бояться, а преодолевать страх. Не все люди способны на это. Есть люди, которые по умолчанию лишены этой способности. Я бы сказал, это две категории. Мы можем сказать, что одна. Нас это не очень волнует. Тем не менее, то, что позволяет людям на войне преодолевать страх смерти – это явное преимущество. Или, выражаясь более греческим языком, это явный признак совершенства. Человеческое совершенство греки называют словом арете – добродетель. И добродетель – это имеет конкретное обозначение. Мужество – Андрея. Как вы понимаете, есть прямая связь между словом Андрея и генетивом от слова анер словом Андрос. Мужество принадлежит только определенной категории лиц. Но не всем лицам мужского пола. А только настоящим мужчинам. Так отличается настоящий мужчина от притворщика. Мужество оказывается человеческим совершенством и добродетелью. Поэтому мужественные побеждают в войнах. А побеждая в войнах, они обретают бессмертную славу. Или, как говорят древние, обретают связь с богами. Есть такие герои, которые способны в войне победить даже богов. Есть такие, которые способны ранить их и заставить отступить. Есть даже такие, которые способны изуродовать бога в сражении. Но если это действительно так, то мужество оказывается ключевой или главной человеческой добродетелью, потому что она решает ключевую или главную человеческую проблему. Не смерть, понятное дело, но страх смерти. Или, будет лучше сказать, мужество оказывается способно освободить нас от страха смерти при столкновении с ним. Претензия мужества, следовательно, огромна, она невероятна. И она требует исследования, некоего философского исследования. В конце концов, мы с вами обсуждаем именно философию, а не что-то другое. И здесь мы возвращаемся к нашей стратегии. Мы должны посмотреть на мужество, как оно представлено в классической политической философии, и на мужество, как его видят современники. Здесь, понятное дело, выбор огромный, но это лишь означает, что выбора нет. Если мы хотим начать сначала, мы должны начать с Сократа. Но мы знаем, что нет никакого Сократа, а есть только Платон. И в этом смысле, когда мы говорим о древних, нам придется брать за образец исследования, за наш сэмпл, не за образец, как идеал, а за образец, как кусочек кожи, который мы будем разрывать и разглядывать Платона. Диалог Платона, посвященный мужеству, как говорит нам древний редактор, это лохет, потому что он так и называется, лохет или о мужестве. Фраза или о мужестве это не платоновская фраза, тот, кто составлял платоновский корпус, присоединил ее к названию диалога, но этот человек явно был ближе к Платону, чем мы с вами, и поэтому ему стоит верить. Спойлер, верить ему не стоит, первая половина диалога не посвящена мужеству, но мы опустим эту первую половину и сделаем вид, что не знаем. Что же касается современников, здесь выбор еще менее альтернативен, еще менее многообразен. Нам нужен человек, который испытал и доказал свое мужество. И когда мы смотрим назад, нет, так как мы связываем мужество напрямую с войной, нет более воинственных войн, чем те, что произошли в Европе в прошлом веке. Нам нужен кто-то, кто прошел через обе эти войны, войну, которая сначала называлась Великой, потому что более великих войн не было, а потом оказалась просто первой. И этот человек, который при этом является философом и который при этом пишет на тему, которая нас интересует. Такой оказывается только один. Это Эрнст Юнгер. И в следующий раз мы с вами будем говорить об Эрнсте Юнгере и его представлении о новой добродетели. Но сейчас надо сконцентрироваться на Платоне, потому что иначе мы не продвинемся дальше. Правда, Платон это проблема. Как вы знаете перефразера великого, спереди Платон, сзади Платон, а посередине Химера. Почему так? Потому что первое, что мы должны знать, когда читаем Платона, нет никакого Платона. Платон уверяет в этом нас во втором письме, когда он говорит, на свете нет и не было никакой платоновой записи, а есть только диалоги Сократа, когда он был молод и прекрасен. Что ж, говорим мы, тогда, наверное, читая Платона, мы должны читать Сократа. Но открывая любой диалог, мы обнаруживаем, что нет никакого Сократа. Если в случае Платона хотя бы впереди и сзади Платон, то в случае Сократа нет ни переда, ни зада. Невозможно схватиться ни за что в ситуации сократической диалектики, потому что то, чем Сократ занимается, называется разрушение. Он ничего не утверждает, он только разрывает на части тех, кто осмеливается что-то утверждать. Как говорил Великий, диалектика Сократа заключается в том, чтобы предоставить оппоненту доказать, что он не идиот. Доказать, что все время, как вы понимаете, проваливается. Более того, нельзя сказать, что то, что говорит Сократ, что бы он ни говорил, в диалогах Платона, это ровно точка зрения Платона. Это бы лишало смысла полностью сам факт диалога. Если точка зрения Платона и Сократа совпадает, то почему просто не написать трактат, начинающийся Сократ говорил. Соответственно, мы не можем просто отметать то, что говорят оппоненты Сократа. Нам придется думать и над этим. Далее всякий диалог Платона находится почти всякий, в неком контексте, историческом контексте, более того, поэтическом контексте, более того, лингвистическом контексте. Платон набивает свои диалоги таким количеством отсылок, цитирований, самоцитирований, игрой слов, что скомпоновать хоть какой бы то ни было полноценный анализ даже половины одного небольшого диалога в наше с вами время, половину которого я уже потратил, не дойдя даже до чего бы то серьезного, невозможно. Мы с вами находимся в ужасной ситуации ограниченности. Затем мы должны понимать, что когда мы принимаем тот факт, что все герои диалога имеют значение, мы должны знать, что это за люди вообще такие. Не потому, что нас интересуют исторические личности, а потому, что мы знаем, что Платон заставляет конкретных людей становиться архетипами. Эти диалоги не стенография, эти люди никогда не говорили того, что пишет Платон, но они говорят то, что бы примерно говорили люди с таким характером, которых Платон описывает. И что это за характер, понять невозможно, если мы не знаем истории. Почти все герои Платона это исторические личности. Мы должны также помнить и о том, что эти диалоги отражают суть философии. Они отвечают на вопрос, что такое философия или кто такой философ. И в этом смысле мы должны увидеть интересные действия одного человека, потому что во всех этих диалогах философ только один, и это Сократ. Я приведу вам простой пример. В апологии Сократ говорит, что всю свою жизнь он провел на рыночной площади, где беседовал с каждым встречным, с политиками, с торговцами, с каким-нибудь частными лицами. Но в Платоновском корпусе мы практически не находим таких бесед. Ни бесед на рыночной площади, ни бесед с политиками, ни бесед с идиотами, то есть с частными гражданами. Однако есть исключения. Например, диалог Лохет. Это единственный или почти единственный диалог, который происходит на рыночной площади, происходит с политиками и с идиотами, с частными гражданами. Более того, Сократ пропагандирует в той же апологии утверждение о том, что его знание это знание незнания, что суть философии заключается в том, что философ признает себя полностью незнающим о важных вещах. И в этом смысле философия кажется построенной на зыбучих песках. Что бы вы ни утверждали, вас все время засасывает, вы все время можете разбить этот замок ногой, каким бы прочным утверждение вам изначально ни казалось. Наконец, даже когда мы обращаемся к отдельному диалогу, в нашем случае диалогу Лохет, нам придется признать, что этот диалог не просто находится в платоновском корпусе, а что внутри этого платоновского корпуса он имеет связи с другими конкретными диалогами. В случае Лохета речь идет в первую очередь о Протагоре и о Хармиде. Я бы добавил сюда, конечно, любовников еще. Почему? В Лохете Сократ отстаивает позицию, что добродетель не может быть единой, что добродетель разделена на части, а в Протагоре говорит, что она абсолютно едина и разделена на части быть не может. В Лохете Сократ говорит, мужество это только часть добродетели, а в Протагоре говорит, что мужество это вся добродетель. В случае Хармида разделение или связь еще более эфемерна, потому что мы видим, как одни и те же цитаты возникают и в Лохете и в Хармиде. Сократ цитирует определенные гумеровские отрывки слово в слово, что там, что там. Не говоря уже о любовниках, структура которых полностью совпадает со структурой Лохета, где Сократ обнаруживает качка и ботана, давайте назовем их так, которые пытаются что-то определить. И Сократ тут же встает на сторону качка и мочит ботана. Лохет именно так и построен. Сократ встает на сторону недалекого и простого лаконофила Лохета против близкого ему ученика его учителя Никия, который отстаивает сугубо сократическую позицию о том, что мужество это знание, что добродетель это знание. Сократ не принимает сторону Никия, Сократ не любит интеллектуалов, он почему-то любит качков. Понять почему значит в том числе и прочесть диалог любовники, который мы, конечно, прочесть не сможем. Для того, чтобы избавить вас от этих проблем, я вынужден сделать эту работу за вас. Я не имею в виду прочесть диалог. Я имею в виду в первую очередь попытаться поместить или хотя бы открыть те отсылки, которые диалог нам дает, отсылки, которые нам очень понадобятся, потому что жестокость Платона по отношению к Лохету и Никию превосходит всякие терпимые и разумные рамки. Но для этого надо понять, что за ситуация, потому что диалог этот, в отличие от некоторых других диалогов Сократа, не возникает в вакууме. А ситуация очень интересная, ситуация известна нам вплоть до года, когда этот диалог происходит. Собственно, диалог и происходят в 424 году до нашей эры. Мы знаем это по нескольким понятным причинам. В 424 Сократ и Лохет уже вернулись из-под поражения при Делии. Было большое сражение, половину сражения афиняне выиграли, а вторую половину проиграли. И вот на проигравшем крыле находились Лохет и Никий. Алкивиад в пире говорит, я, будучи на коне, видел этих двух людей отступающими к нашему стану. Сократ держался чинно, а вот Лохет был в полном ужасе и потерял лицо. И только тот факт, что он держался рядом с Сократом, который не бежал, но медленно пятился обратно, не бросая щита, позволил Лохету выжить. Почему же диалог не происходит позже? А потому, что в 423 Аристофан выступает вперед с облаками, с комедией, которая полностью уничтожает репутацию Сократа как приличного человека и выставляет его как полусумасшедшего софиста-атеиста, который разводит людей даже не на деньги. Он даже денег не просит, он просто ворует у учеников. Вот настолько он отвратителен и жалок. И, понятное дело, Лохет никогда бы не стал говорить с таким человеком после того, как он увидел эту комедию. К тому же, в 424 году Спарта не вторглась в Аттику. И в этом смысле обстановка в городе мирная, хотя идет война, Пелопонесская война. Более того, третий участник диалога Никий в этот момент, в 424 году находится на таком пике своей карьеры. Понятно, это не самый пик, пиком карьеры будет Никиев мир, который наступит относительно скоро, он случится в 421, а на большом подъеме, потому что только что Никий взял без боя остров Кефера. Это остров в Южной Лаконике, и Никий взял его потрясающим образом, он просто договорился с Перееками, что они отдадут ему остров. И все. Помните, война за острова идет чудовищная, потому что спартанцы очень боятся, что без флота они никогда не победят Афинян. А Никий берет остров без боя, без крови и остров довольно большой и стратегически важный. Другие герои, о которых мы почти не будем говорить, но на самом деле будем, это, собственно, два отца Лисимах и Мелесий. Ситуация такая, собственно, диалога. Лисимах и Мелесий пригласили Никия и Лахета посмотреть на одного Софиста. Софист этот, имя которого я не вспомню, потому что оно чудовищное, показывает представление. Не думайте, что Софисты это такие ярые интеллектуалы, не всегда так. Его представление это гопломахия, сражение в полном облачении гоплита, то есть с копьем, мечом, щитом и доспехами. Этот Софист дает новые приемы вооруженной борьбы. Бесконтактное понятное дело и борьба один на один, но тем не менее борьбы. Лисимах и Мелесий пригласили Никея и Лохета посмотреть на это чудо представления, но они сделали это с абсолютно корыстной целью. Они заманили Никея и Лохета в ловушку, чтобы после представления задать им довольно конкретный вопрос. Вопрос, как воспитывать сыновей? Проблема Лисимаха и Мелесия заключается в том, что их отцы были великими людьми, об этом мы еще поговорим, а они сами идиотами оказались, то есть частными гражданами, которые ничего в своей жизни не сделали. Это ложь, мы к этому еще вернемся, но это ложь во благо, потому что два идиота подходят к двум великим афинским стратегам и просят их помочь в воспитании их детей. Они умные люди, они назвали своих детей в честь своих отцов, тем самым предопределив их великое будущее. Так вот, Лисимах и Мелесий просят Никия и Лохета совета, как сделать их детей лучшими. Здесь надо коротко поговорить немножко про греческий, потому что это будет важно. Агатхоз, это прилагательное, которое означает хороший, но у прилагательного хороший есть две суперлативные формы, две превосходные формы. Одна из них это Бельтистас, а вторая Аристас. Правда ведь странно? Зачем два слова лучший к прилагательному хороший? Так вот, Лисимах и Мелесий просят сделать их сыновей Аристой, аристократами, лучшими. Эта цель понятна, но за этой просьбой на самом деле, как мы узнаем в ходе диалога, по крайней мере, Лисимах скрывает только одно славу. Чтобы быть лучшим, нужно быть славным. И для этого, конечно, нужно и спросить совета, как быть славным у славных людей, у Никия и Лохета. Все это прекрасно, и эта ловушка работает. Только вот беда, в эту прекрасную компанию затесался непонятный мужик. Этот непонятный мужик Сократ. И Лисимах и Мелесий вообще в жизни своей не знают, кто такой Сократ. Их дети знают, кто такой Сократ. Их дети за обедами говорят с ними о каком-то Сократе. Но Лисимах и Мелесий не знают, кто такой Сократ, и знать не хотят. Правда, оказывается, что Лисимах знал отца Сократа, они были лучшими друзьями. Но это дело десятых. Дело первое заключается в том, что Ники и Лохет знают, кто такой Сократ. И Ники и Лохет оба готовы за Сократа поручиться. Лохет, потому что Сократ только что спас ему жизнь в битве при Делии. Ники потому что Ники отравлен сократизмом. Напоминаю, у Ники тот же учитель, что и у Сократа. Ники сам обращался к Сократу с просьбой обучать его сына Никерата и в ответ получил вот тебе учитель, который является учеником Дамона, который является учеником моего учителя и твоего учителя. Прекрасно. Сын Ники Никерат вырастет рапсодом, потому что учитель, которого дал Сократ, является музыкантом. Так вот, Ники и Лохет могут смело поручиться за Сократа и поэтому Сократ и останется в диалоге. Теперь давайте конкретно поговорим об участниках. Кто это все такие? Лесимах и Мелесий, как я уже сказал, идиоты. Но они не сыновья идиотов. Отец Лесимаха это Аристит. Аристит, который получил прозвище Справедливый, один из двух величайших героев Персидских войн. Второе, это, понятное дело, Фемистокол. Аристит и Фемистокол вечные враги, но Аристит настолько справедлив, что когда Фемистокол советует дело, Аристит советует поддерживать Фемистокола. Аристит готов забыть о личной вражде и личном успехе во имя успеха города. За это город дает ему прозвище Справедливый, ему и больше никому. Пик карьеры Аристида это, конечно же, победа над Персами в битве при Платеях. Но до этого пик карьеры Аристида это астракизм. Он настолько крут, что афиняне в страхе от его крутости изгоняют его на 10 лет из города. Он возвращается раньше, потому что начинается на, и афиняне в приступе страха предлагают всем изгнанникам вернуться для того, чтобы присоединиться к общей борьбе. Сын Лисимаха тоже, вы не поверите, Аристит станет учеником Сократа, но ненадолго. Он оторвется от Сократа для того, чтобы поехать посмотреть на мир, а когда вернется, найдет своего друга, второго сына, сына собственно Мелесия, отвратительным, и скажет Сократу, что и друг отвратителен, и сам он с Сократом не хочет иметь дело, хотя будучи при Сократе он научился очень многому, но как только он отошел от Сократа, все сразу забылся. Мелесий, сын и отец Фукидида, не того Фукидида, не бойтесь, не того Фукидида, который написал историю Пелопонесской войны, другого Фукидида, тоже деятеля Пелопонесской войны, о котором мы знаем мало, но зато мы кое-что знаем о Мелесии. Мелесий, враг Перикла, Мелесий возглавляет аристократическую партию в Афинах. Он никакой не идиот. Идея о том, что мы двое частных граждан, это все притворство. Мелесий не просто возглавляет олигархическую партию, он участвует в перевороте против демократических Афин и попадает в число 500 граждан, возглавляющих город, когда демократия падает и наступает режим 500. Сын Мелесия, Фукидид, оказывается ни на что не способным глупцом, и хотя он следует за Сократом, ничего кроме брани он к Сократу не обращает. Главное здесь для нас с вами это то, что Лисимах из присутствующей самый старший, поэтому он и начинает диалог, и он его и продолжает со стороны Лисимаха и Мелесия. Мелесий помладше, он такого же возраста, как и Никий и Лохет, им всем трем около 50. И, собственно, это наш повод перейти к Никию. Никий первый человек после Перикла в Афинах. Когда Перикл отходит от дел в Пелопонесской войне, Никий занимает его трон. Именно по этой причине Никий попадает в огромное количество передряг. Его власть все время оспаривают. Оспаривают два человека Клеон и Алкивиад. Клеон оспаривает ее с помощью наглости, Алкивиад с помощью наглости и ума. Но до Алкивиада нам далеко, а вот Клеон существует здесь и сейчас. У Никия есть проблема. Никий хочет, чтобы его слава была немеркнущей, но он не хочет ради этого рисковать. Помните, он только что взял остров без боя. Если бы надо было воевать, он бы этого не сделал. Наше доказательство. Другой остров с Фактория, который спартанцы защищали и на котором спартанские солдаты оказались в ловушке, Никий не может взять, потому что спартанцы защищаются хорошо. Тут появляется Клеон, который говорит, что если ему передадут командование, он возьмет этот остров за неделю. Никий притворщик, Никий дурак, Никий ни на что не способен, но вот он Клеон может все. Клеон позволяет себе это говорить по одной простой причине. Он знает, что командование ему не отдадут. Это чистый набор командование Клеону и отдает его. Иными словами, Никия не интересует слава и успех его города. Никия интересует слава и успех Никия. И раз остров не взять, и раз Клеон его враг, надо просто дать Клеону возможность опозориться. А дальше происходит чудо. Клеон берет остров за объявленную неделю. Это случайность! На острове начинается пожар, спартанцы оказываются абсолютно оголенными, и их просто расстреливают. Но Клеон возвращается обратно и говорит, смотрите, я обещал, я сделал. И после этого слава Никия начинает меркнуть, а Клеон набирать власть. Вплоть до того момента, когда наглость Клеона приведет его к битве с Брасидом, со спартанским руководителем партии войны, которая закончится чудесным образом. В одной и той же битве, в которой спартанцы потеряют типа 8 человек, а афиняне 200, Ники и Клеон умрут. Когда Ники и Клеон умрут, партии мира в Афинах и в Спарте решат приостановить Пелопонесскую войну. Собственно, Никий будет главным инициатором мирного соглашения. И Лохет будет одним из главных его помощников в достижении этого соглашения. Никий заключит мир со спартанцами, на самом деле перемирие, которое так и будет называться Никиев мир. При этом Плутар говорит нам интересную штуку. Когда древние греческие государства заключали мир, они должны были в соответствии с мирным соглашением вернуть захваченную территорию. И, как и всякие разумные люди, перед ними вставал всегда вопрос, а кто первый вернет? Потому что если ты вернешь, то тебе могут не вернуть обратно. Да, как бы такой интересный заход. И вопрос, кто первым вернет, всегда тяжелый. И его решали всегда одинаково жеребием, божественным решением. Так вот, Плутар говорит нам, что Никиев подделал жеребий, так, чтобы спартанцы первыми начали возвращать территорию. Когда спартанцы поняли, что они начнут первыми возвращать территорию, они этого не сделали. Никиев мир никогда не стал миром. Но нас это не волнует. Провал Никиева мира ведет к появлению нового соперника у Никия Алкивиада, ученика Сократа, который к наглости, красоте и богатству прибавляет еще и ум. Его Никий победить практически не может. И война между ними оказывается такой мощной, что в Афинах впервые за долгое время встает вопрос об астракизме. Но вот проблема. Никия Алкивиад договариваются, что астракизмом будет изгнан не один из них, а человек, который поднял вопрос об астракизме. Некий Гипербол. Гипербол был настолько ничтожной личностью, что когда выяснилось, что когда выяснилось, что будет изгнан он, афиняне сказали, все, больше никаких астракизмов не будет. Аристит ушел в изгнание после того, как был объявлен ему астракизм. Причем тот же Плутар говорит нам, Аристит идет по улице в день астракизма. Голосование ведется так, как мы его ведем сегодня, на маленьких черепках пишут имя человека и бросают их в известное место. Аристит идет по улице, говорит Плутар и встречает какого-то безграмотного старика. Безграмотный старик просит у Аристида, которого он не знает, естественно, только одного, помочь ему написать на черепке имя Аристит. Аристит спрашивает, зачем? Тот говорит, я не знаю Аристида, но нам он здесь не нужен. И Аристит пишет имя Аристит на черепке и отдает старику, и тот бросает его куда надо. Аристит настолько справедлив, что ради города он готов выдержать изгнание. Никий никакого изгнания выдерживать не собирается. Никий Алкевиад сговаривается, выгоняют гипербола, после этого институт астракизма умирает в Афинах. Однако вот это нежелание брать на себя риск и изгнать Алкевиада ведет к тому, что Алкевиад побеждает в их войне и уговаривает афинян развязать вторую половину Пелопонесской войны, отправившись на Сицилию. Собрав гигантский флот, набрав гигантскую армию, афиняне должны захватить Сицилию, точнее Сиракузы, а Сиракузы ведут к захвату Сицилии, от Сицилии надо плыть на юг на Карфаген, захват Африки затем означает захват всего мира. План понятен, три хода. Сицилия, Карфаген, весь мир. Однако Никий пытается остановить афинян от этого дела. Почему? Потому что начало сицилийской экспедиции, новое начало Пелопонесской войны означает, что Никиев мир ничего не значит, что слава Никия померкнет в сравнении со славой Алкевиада, особенно если у него все получится. А у него все получится, не сомневайтесь в этом. Поэтому Никий начинает доказывать, что поездка на Сицилию это плохая идея. Только вот доказать это можно при одном условии, при условии того, что спартанцы скоро начнут войну и плыть на Сицилию нельзя, потому что они придут сюда. Но это означает только одно, что Никиев мир никакой не мир. В борьбе с Алкевиадом Никий сам уничтожает свое наследие и уничтожая его проигрывает. Афиняне плывут в сицилийскую экспедицию. Причем в сицилийскую экспедицию они назначают главой Алкевиада и чтобы ему было неповадно тут же его хо-стратегам назначают Никия. Итак, они плывут на Сицилию, но пока они плывут с Алкевиадом случается неприятность, его отзывают обратно в Афины. Алкевиад предает Афины, бежит в Спарту и объясняет спартанцам, что афиняне собираются захватить Сицилию, а потом и весь мир. А потом Алкевиад объясняет спартанцам, как победить Афинян в Сицилии, а потом и в Аттике. И это ровно и происходит. Ники, оказываясь практически один на Сицилии единоличным стратегом, хочет того же, чего он хотел всегда. Он осаждает Сиракузы и потом начинает тайные переговоры с сиракузскими олигархами о сдаче без боя. Только чем больше он тянет, тем больше у Афинян проблем. Во-первых, сиракузяне, пока Афиняне стоят под сиракузами, потихонечку учатся воевать с Афинянами и на суше, и на море. Во-вторых, Алкевиад Спарти объясняет спартанцам, что для того, чтобы победить, много не нужно. Сиракузянам не нужны войска, им нужен толковый стратег. А у спартанцев таких очень много. И спартанцы не хотят сначала, но затем все же посылают в Сиракузы своего стратега, своего военного советника, который объясняет сиракузянам, как победить. Чем больше афиняне стоят, тем больше у них потерь. Чем больше у них потерь, тем призрачней шанс, что они победят. Никий хочет избавиться от этого. Он хочет закончить сицилийскую экспедицию, пока он не потерпел поражение. Он пишет в Афине и говорит, ребята, победа невозможна, если вы не пришлете еще столько же. А в поход отправилось несколько сотен кораблей, там несколько тысяч человек. Он думает, что афиняне мыслят здраво, что они скажут, у нас нет такой возможности, и мы, конечно, тебя вернем обратно. Что делают афиняне? Собирают эту сотню кораблей, эти тысячи человек и отправляют Никию в помощь. Только вот Никий оказывается в большом затруднении. В одной из контратак умирает ближайший, третий стратег афинского войска Ламах. Ламах умирает, потому что он один отправляется защищать в кавычках редуты или окопы по одной простой причине. Никий болен, причем он знает даже, чем он болен, это болезнь почек. И он вынужден лежать в палатке, пока Ламах отбивает атаку и в этом отбитии умирает. Когда приплывает Демосфен во главе новой части афинского войска, Никий проявляет максимальную нерешительность. Он не хочет давать саракузянам морское сражение, потому что саракузская гавань довольно узкая и численное превосходство афинян не будет иметь никакого смысла. И он не может взять город штурмом, потому что спартанский советник уже объяснил саракузянам, что надо перерезать окопы, в кавычках, конечно, окопы афинян, построить контрстену и этой контрстеной не дать огородить город полностью от суши. Это и произошло. Более того, Ники не решителен, потому что олигархи внутри города все еще обещают ему победу. Они уже договорились с демократами, что они будут обещать ему победу и сдачу города вот-вот в течение следующих недель. И Ники все ждет. Ждет, ждет и ждет этого предательства, а время все работает, работает, работает и работает на саракузян, потому что афиняне умирают, потому что болезнь Ники развивается и потому что саракузяне учатся воевать. Все это заканчивается тем, что саракузяне дают афинянам морское сражение, в котором саракузяне побеждают, лишают афинян флота и афиняне не понимают, что делать дальше. Надо отступать, надо идти к союзникам на Сицилии, потому что армия без флота это просто набор трупов. Ники собирается отступать. Но тут, узнав, что он собирается отступать, саракузяне, олигархи посылают ему весточку, что, мол, саракузяне знают, что он собирается отступать и они везде поставят засады. Ники боится этого, он не отступает в тот день, когда должен отступить. А когда наступает следующий день, он приносит жертвы, чтобы понять, можно ли отступать или нельзя, пришло ли время, и жертвы оказываются неблагоприятными. Неблагоприятными настолько, что Ники говорит, до тех пор, пока луна не обновится, мы не двинемся с места. И это решение оказывается гибельным для всей армии Ники. Когда проходит почти месяц и афиняне наконец-то двигаются с места, саракузяне уже готовы встретить их везде. И они встречают их везде, разбивают войско Ники, отбивают от него часть, которую возглавляет Демосфен и полностью ее уничтожают, загоняют остатки войска Ники в какую-то небольшую речку, где происходит просто резня. И Ники вынужден сдаться. Сдаться на условии, что всех пощадят. Когда же пленные Ники прибывают в Сиракузы, несмотря на слова спартанского советника о том, что было достигнуто соглашение, что Ники будет сохранена, сиракузяне приказывают его казнить. Вот такой абсолютно ничтожной судьбой оборачивается величие Ники. Плутар говорит нам, судьба Ники доказывает только одно, что даже самый благочестивый человек, который всю жизнь был справедлив, который всю жизнь следовал за богами, может закончить свою жизнь вот так. Жизнь Ники это чудовищная трагедия. С другой стороны есть Лохет. Да, почему я все это так подробно рассказываю, хотя час уже прошел. По одной простой причине в диалоге это будет важно. Так вот, перейдем к Лохету быстренько. Лохет в общем-то это тот человек, который был успешен в Сицилии. Афиняне посылали экспедиции в Сицилию задолго до Никия. Но это были мелкие такие пробные заходы. И Лохет был очень успешен. Правда, по возвращении его обвинили во взяточничестве или вернее в сокрытии денежных фондов, поэтому Лохета быстро с командования сняли. Лохет был вместе с Сократом при Дели и отступая значит проявил трусость, но буквально через пять лет после беседы с Мелесием или Симахом здесь в Афинах Лохет умрет. Он умрет в битве при Монтинея. Это очень интересная битва, потому что, как нам говорит Фукидит, в этот день малочисленные, слабые и плохо подготовленные локидемоняне, противостоя более многочисленному, более хорошо подготовленному и более умелому войску, доказали, что одного мужества достаточно, чтобы победить. Лохет в битве при Монтинеи совершает ошибку. Афиняне с союзниками в большинстве находятся на возвышенности, спартанцы находятся в низине и в меньшинстве. Спартанский царь принимает решение отступить. Видя это, афинские войны заявляют, что это не отступление, а бегство, и надо воспользоваться ситуацией. Через десять минут буквально должно подойти еще больше союзников, которые просто раздавят это спартанское войско. Но Лохет и другой стратег, с которым они вместе возглавляют афинское войско, решают, что надо преследовать спартиатов. Они спускаются в долину, начинается битва, правое крыло афинян побеждает, но левое крыло, на котором стоит агит, проигрывает. И когда агит ломает строй афинян слева, он поворачивает направо и побеждает в этой битве. Лохет гибнет в ней. И в этом смысле Лохет демонстрирует некую проблему, о которой мы еще поговорим обязательно. Проблему, заключающуюся, если коротко, в том, что он не может отличить отступление от бегства. Наконец, мы должны поговорить о третьем нашем герое, о Сократе. Он здесь самый молодой, еще не было облаков, еще никто не знает о чудовищных деяниях Сократа. И, наверное, этим стоит ограничиться, если только не увидеть один паттерн. Через пять лет после этого разговора умирает Лохет, через десять умирает Ники, а через двадцать пять умирает сам Сократ. Лохет умирает от руки врага в бою. Ники умирает в плену от руки противника по одной простой причине, как говорит нам Фукедит, он не хочет умирать от руки Афиняна. Он не хочет возвращаться обратно в Афины, потому что он знает, что афиняне его казнят. И он предпочитает быть казненным сирокузянами, чем быть казненным афинянами. Сократ будет казнен афинянами. Сократ тоже будет казнен своими врагами. В апологии Сократ, говоря о своем мужестве, показывает или демонстрирует нам, что он действительно находится в кругу своих врагов. Он говорит, что он один, как Ахиллес, стоит в строю там, где его поставил начальник, и что он не будет отступать, а умрет. Лохет умирает наступая, Никий умирает отступая, Сократ умирает стоя на месте. В этом в этом смысле три жизни, которые мы сегодня будем обсуждать, это на самом деле три смерти. Три смерти, три трагедии, которые должны продемонстрировать нам каким-то образом проблему мужества и ответ на вопрос, что такое мужество, потому что иначе не было бы смысла привлекать к этому диалогу Лохета и Никия. И вот теперь мы с вами готовы непосредственно к диалогу и перейти. Правда, до этого я вынужден вам сказать, что говоря об этих трех трагедиях, мы могли бы чуть-чуть преувеличить и сказать, что это на самом деле четыре трагедии, потому что гибель Никия, гибель Лохета и в конце концов гибель Сократа знаменуют гибель Афим. Но это представление, хотя оно и поэтическое, ставит вопрос о том, может ли город погибнуть. Иными словами, является ли страх смерти политическим страхом, страхом целого города? Может ли город испытывать страх? Я не буду вдаваться в этот вопрос, лишь скажу вам, что в ипологии Сократ ставит почти такой же вопрос. Он ставит вопрос, может ли город быть добродетельным? Помните, преодоление страха и есть, кажется, мужество. Если город боится, значит, он может преодолеть страх в теории, значит, он может быть мужественным. Может ли город быть добродетельным? Ответ на это зависит от того, есть ли у города душа, ибо добродетель находится в одном конкретном месте. Добродетель это функция одной конкретной части человека. Если у города нет души, город не может быть добродетельным и город не может испытывать страх. В любом случае, мы с вами наконец-то переходим к диалогу и пропускаем его половину сразу. Мы не будем говорить о Лисимахе и Мелесии, о том, как Ники и Лохет пытаются ответить на вопрос, стоит ли заниматься гапломахией или не стоит. Нас это не интересует. Мы переходим строго ко второй половине диалога, в которой Сократ и Лохет, а затем Сократ и Ники пытаются ответить на вопрос, что такое мужество. Но начинаем мы не с этого, а мы начинаем со скепсиса. Сократ, обращаясь к Никию и Лохету, говорит, что для того, чтобы помочь Лисимаху и Мелесию ответить на вопрос, как сделать их сыновей Аристой, надо бы подумать, есть ли что-то, говорит он, что присоединяясь к чему-то, делает это лучшим. И тут Сократ употребляет слово бельтистос, не аристос. Сократ не собирается делать кого-то аристократом. Сократ собирается делать кого-то лучшим. Второе. Можем ли мы действительно что-то к чему-то присоединить? И если мы можем это сделать, то станет ясно, третье, как этого достичь. Это так же странно звучит на русском, как и на греческом, поэтому Сократ поясняет. Если мы к глазам присоединим зрение, то глаза смогут видеть. Все вроде бы понятно, затем Сократ упоминает слух. Слух работает точно так же. Если мы слух присоединим к ушам, то человек сможет слышать. Но в этой триаде трех действиях мы видим некую схему сократическую. Во-первых, надо знать, что мы присоединяем. Надо знать, что такое зрение. Чтобы присоединить зрение к глазам, сначала надо знать, что такое зрение. Затем, чтобы присоединить зрение к глазам, надо быть врачом, ибо только врач может присоединить зрение к глазам человека. Затем, мы ведь говорим с вами не о зрении и слухе. Мы с вами говорим о добродетели. И в этом смысле, если добродетель похожа на зрение и слух, то получается, что она разделена на части. Но не так важно это, как другое. Добродетель, если она похожа на зрение и слух, оказывается свойством, оказывается некой функцией чего-то внутри человека, функцией строго телеологической, подчиненной четкой цели. И для того, чтобы ответить на вопрос, что это такое, чтобы знать, что такое добродетель, сначала надо знать функцию человека как такового, цель человека как такового. Да, здесь надо пояснить, мы с вами навсегда останемся на первом шаге. Лохет пытается ответить на вопрос, что такое мужество, то есть что такое зрение. Он не пытается присоединить зрение к глазам, не пытается присоединить мужество к чему-то внутри человека. Иными словами, мы всегда находимся на первом уровне и никогда не поднимаемся выше в теологии. Так вот, если мы прорываемся сквозь эту метафору, то нам придется сказать, что по крайней мере то, к чему присоединяется добродетель, это, конечно же, душа. И в этом смысле Сократ также пытается сказать нам, что если добродетель разделена на части, как зрение и слух, то человеческая душа должна быть разделена на части. Те из вас, кто читал «Государство», прекрасно знают, как эта схема работает. Но нас сейчас это не волнует, потому что, разделяя на части зрение и слух, Сократ немедленно поясняет, зачем он это делает. Мы не будем, говорит он, искать всю добродетель. Это очень тяжелое занятие. Спойлер, Ники найдет всю добродетель за один ход, и Сократ скажет, да, ты нашел ее. Так вот, мы не будем искать всю добродетель, потому что это суперсложно. Говорит Сократ, мы будем искать только ее часть. Ту часть, которая относится к разговору, который затеяли Лисимах и Мелесий. Гапломахии, к войне. И, понятное дело, к войне относится мужество. Поэтому вопрос, который ставит Сократ, Андрея Типотестин. Что тогда такое мужество? И Сократ обращается напрямую к Лохету. Лохет простой, понятный, прямой как палка и соленый как соль. Лаконофил. Он отвечает, клянусь Зевсом, нетрудно сказать. Если кто желает оставаться в строю, защищаясь от врагов, и не бежит, будь уверен, является мужественным. Здесь надо сказать три вещи. Ну, клятву опускаем, мой дурацкий перевод опускаем. Ключевая фраза здесь элэстхи. Будь уверен. Это специфическая фраза, которую говорят у Платона только очень специфические люди. Я на это указал, двигаемся дальше. Этот ответ никого не устраивает. Он точно не устраивает Сократа. Почему? Потому что это ответ примером. Ответ примером – это не ответ. Ответ примером – это ошибка. Но, тем не менее, за этим ответом-примером стоит некое понимание. Понимание, которое Лахет демонстрирует блестяще. Он не поясняет нам, что такое мужество, но он говорит нам о частях, из которых мужество состоит. Он говорит нам о том, что мужество содержит в себе свободный выбор. Кто желает оставаться в строю? Свободный выбор в пользу опасности. Второе – это признание элемента политического – оставаться в строю, защищаясь от врагов. Мужество подразумевает, что существуют враги, с которыми надо бороться. Существует другой город. В универсальном государстве, если бы оно было возможно, не было бы никакой возможности существования врагов. Не было бы никакой войны. И потому не было бы возможности демонстрировать мужество. Не было бы нужды быть мужественным. Наконец, Лахет говорит – и не бежит. Последнее, о чем он говорит – это элемент страха. Победы над страхом. Над страхом насильственной скорой смерти. Самое интересное здесь – это, конечно, лаконофильство. Это буквально цитата из Тертея, спартанского поэта. Лахет знает ответ на вопрос, что такое мужество, потому что он в книжке это прочел. У него проблем с тем, чтобы выдать этот ответ, нет никаких. Если спартанцы – самые мужественные люди в мире, то они воспитаны правильно. Их воспитывает поэзия. Поэзия говорит им, что такое мужество. И мы возвращаемся обратно. Поэтому они являются самыми лучшими войнами в мире. Мы должны, чтобы победить в войне, походить на спартанцев. Мы должны брать уроки у них. Однако, Сократ, слыша это, не говорит Лахету. Пример – это не ответ. Как он говорит обычно другим. Например, Евтефрону. Когда другие приводят Сократу пример вместо ответа. Вместо этого Сократ говорит, допустим, неплохо звучит, нормально, сойдет. А вот что ты скажешь, если мужественный не стоит, а убегает? Лахет говорит, что? А Сократ ему отвечает, ну вот смотри, ты же знаешь про скифов. Скифы никогда не сражаются, они все время убегают. Они убегают до тех пор, пока сражение не станет для них выгодным. И тогда они бьются. Помните, это проблема. Если скифы убегают до тех пор, пока сражение не станет для них выгодным, это не бегство. Это отступление. Ну, Лахет не чувствует разницы между бегством и отступлением. Поэтому он говорит, ну да, да, скифы сойдут. Тогда Сократ добивает его. А как же великий Эней? Гомер говорит в Илиаде, что кони Энея могут как наступать, так и отступать. Неужели ты откажешь Энею в мужестве? Лахет говорит, нет, не откажу. Но у него есть отличный выход. Лахет говорит, так это же не гоплиты. Конное войско не считается. Кони действуют по-другому. Это здорово, это отличный выход. Но мы с вами должны понимать, два примера Сократа – это варварские примеры. Когда Лахет говорит о гоплитах, он на самом деле говорит о цивилизации. Или, чтобы вам было понятней, есть разница между мужеством и смелостью. Или тем, что Аристотель будет называть горячностью. Варвары горячны. Они не мужественны. Цивилизованные люди мужественны. Лахет подразумевает, что у цивилизованных людей, у гоплитов, стоящих в строю, есть то, чего у варваров нет. Это ключевое слово – дисциплина. Мы о нем еще поговорим. Поговорим прямо сейчас. Потому что, когда Лахет говорит, ну, так я же только про гоплитов говорю. Какие варвары? Какие энеи? Сократ отвечает, а помнишь, при плотеях спартанцы побежали, а потом развернулись и победили персов? И Лахет говорит, да, все, я сдаюсь. Я провалился. Ну, потому что спартанцы по определению мужественны, а не гоплиты. Но мы возвращаемся к битве при плотеях. Аристит и Павсаний встречают вместе остатки персидского нашествия. Царь уже ушел обратно в Персию. Мордоний возглавляет персидское войско. И греки объединенными силами встречают персов на какой-то очередной равнине. Никто не хочет начинать сражение по одной простой причине. Оракулы обеих сторон говорят, кто начнет сражение, тот проиграет. Греки сидят, ждут, пока нападут персы. Персы сидят, ждут, пока нападут греки. Пока персы и объединенные греки стоят и ждут, пока кто-нибудь нападет, персы делают две вещи. Они перехватывают спартанский конвой с едой и замутняют источник, из которого греки берут воду. Аристит и Павсаний такие, типа, надо отступать, надо отходить. И Павсаний говорит, хорошо. Ночью греки снимаются с лагеря и начинают отступать. Понятное дело, спартанцы отступают последними, поэтому они стоят на поле боя. Утром Мордоний замечает, греки отступили, все, кроме несчастных спартанцев. И он приказывает войску атаковать спартанский арьеркард. Павсаний пишет весточку, причем и Геродот, и Плутар, говорят, он натурально пишет письмо Аристиду, типа, Аристид, вдруг тут на нас нападают? А вы там уходите. Верните, пожалуйста, обратно, мы ждем. Люблю, целую, там, Павсаний, все дела. Так вот, греки разворачиваются обратно, а спартанцы готовятся принимать бегущее войско на них. В первую очередь, конечно, конницу и персидскую пехоту. Павсаний, как и подобает спартанскому царю, перед любым сражением делает одно. Я говорил об этом с вами в самый первый раз. Спартанский царь приносит жертвы. Павсаний приносит козу, и выясняется, что жертва неблагоприятная. Вступать в сражение нельзя. Керсия все ближе с каждой секундой, и Павсаний приказывает своему войску одну простую вещь. Сложить щиты. Не поднимать щитов. И Геродот, и Плутарх описывают эту ситуацию одинаково. Спартанцы опускают щиты и принимают на грудь персидские стрелы. Плутарх говорит, они падают. Они просто падают. Люди, пораженные стрелами, умирают, но никто не поднимает щитов, потому что царь приносит жертвы. Это дисциплина. Как только спартанцы начинают видеть плетеные щиты персидских воинов, то есть разглядывают, что это плетеный щит, Павсаний закалывает последнюю козу, молится богине, видит, что все хорошо, говорит поднять щиты, и спартанцы начинают биться. Так вот, смотрите, какая интересная ситуация. Спартанцы не бегут, они отступают. Но Лохет не чувствует разницы между отступлением и бегством. Поэтому, когда Сократ говорит, ну так спартанцы же побежали, а потом развернулись и приняли бой при платеях и победили, Лохет говорит, да, хорошо, я проиграл. Вместо того, чтобы обидеть Лохета, Сократ подготавливает почву для нового определения. Он говорит, ты не виноват, я виноват. Я неправильно описал то, что ты должен мне ответить. А ты должен мне ответить следующее. Мы же говорим, что мужество – это способность противостоять страху. Но ведь есть же и способность противостоять страстям, есть способность противостоять наслаждениям. Разве это мы не называем мужеством? И Лохет говорит, ну, вообще-то да, называем. И это проблема. Проблема, которую мы должны обсудить прямо сейчас. Если мужество позволяет людям противостоять не только страху, то есть ультимативно страху смерти, но и противостоять страстям и противостоять наслаждениям, то ключевое измерение мужества исчезает. Ключевое измерение мужества – политическое измерение. Если мужество заключается в противостоянии страстям, страхам и наслаждениям, у вас нет врагов. В смысле человеческих врагов. Из уравнения Лохета вдруг исчезает политика полностью. Чтобы быть мужественным, не нужны другие люди. Мужество имеет прямое отношение только ко внутреннему миру, к тому, что Сократ и Платон называют душой. Но Лохет этого не чувствует. Поэтому, когда Сократ подводит его к нужному ему выводу, Лохет не понимает проблемы. Сократ, приводя примеры с этими противостояниями, говорит, ну вот смотри, если я попытаюсь определить скорость, быстроту, я же могу сделать это простым образом, который подойдет ко всем случаям, и военным, и невоенным. Быстрота – это способность достичь многого за короткий срок. Вот дай мне такое же определение мужества, которое тоже подойдет ко всем случаям, к военным и невоенным. И на удивление Лохет не ломается. Лохет даже долго не думает, ему даже не нужна помощь. Он говорит, мужество – это некая стойкость души. Заметьте, это некое ключевое свойство, он не знает, какая это стойкость души. Сократ получает то, что ему нужно. Он получает слово «душа». И тут же начинает Лохета подводить к следующему шагу и говорить, что он уверен, что Лохет уверен, что мужество – это благородная штука. Колосс, да, ну, красивая и благородная. Лохет говорит, да, мужество обязано быть благородным. У Лохета в голове, как и у всех греков, в голове есть прямая связь между благородством и славой. Слава на войне достигается только за счет благородных поступков. Иными словами, если ты ночью, значит, залез к врагу и зарезал его, а потом пришел домой и начинаешь рассказывать всем, какой ты молодец, никто восхвалять тебя не будет. Лохет так думает. Проблема в чем? Проблема в том, что Никий только что сделал это. Он захватил остров без всякой крови, без убийства, без славы. А город прославляет его на все сто процентов. Итак, Лохет соглашается, что мужество – это всегда только благородное. Благородное, следовательно, не плохое, не низкое. И Сократ говорит, для того, чтобы мужество стало благородным, к нему надо прибавить только одно – благоразумие. Мужество – это благоразумная стойкость души. Фронимус – прилагательное, и, соответственно, фроносис – то существительное, из которого Сократ и исходит. За этим правда, когда Лохет соглашается, что мужество – это благоразумная стойкость души, следуют три интересных вопроса. Вопрос номер один. Человек, который упорствует, то есть проявляет стойкость, в разумном расходовании денег, то есть противостоит расточительности, пороку, он мужественен. И Лохет говорит, нет. Сократ говорит, хорошо. А вот врач, который отказывается дать собственному сыну воды, когда тот болен воспалением легких и просит холодной воды напиться, это ведь стойкость. Стойкость против страха даже, страха того, что твой сын умрет. Это разумная стойкость, а благоразумная абсолютно. Это мужественно, спрашивает Сократ. Лохет говорит, нет. Сократ приводит третий пример. Пример, который для нас с вами максимально важен. Сократ говорит, представим, что есть войско, стоящее на удобной позиции и готовое выступить против войска, которое меньше, хуже подготовлено и стоит в неподходящей позиции. Нападающий, мужественен. Я напоминаю вам, это прямая ситуация битвы при Делии, где, собственно, умирает Лохет. И Лохет говорит, нет, мужественный – это тот, кто стоит внизу и находится в более худшей позиции, менее малочисленный и менее подготовленный. Сократ говорит, подожди, так это проблема, он же тогда неблагоразумный. Как он может быть более мужественным, если он менее благоразумный? Сократ задает еще три вопроса. Человек, который вскочил на коня и собирается участвовать в конном сражении, какой более мужественный? Тот, кто подготовленный, умеет скакать или тот, кто не умеет? И Лохет говорит, ну, конечно, тот, кто не умеет. Сократ говорит, ну так, а благоразумие-то где здесь? И добавляет следующий пример. А если это лучник? Тот, кто умеет стрелять или тот, кто не умеет стрелять, более мужественный? И Лохет говорит, ну, конечно, тот, кто не умеет стрелять. Сократ говорит, хорошо, а если человек прыгнет в колодец, не имея опыта, не зная дна, не понимая сути? Лохет говорит, конечно, это более мужество. И Сократ возвращает его обратно. Но если он более мужественный, но менее благоразумный, мы же договорились, что чтобы сделать поступок благородным, он должен быть благоразумным. А теперь ты мне говоришь, что мужество как раз-таки исключает из себя благоразумие, что более мужественен тот, кто менее благоразумен. Получается, что твое мужество уродливое, а не благородное. Безродное, низкое, а не благородное. Лохет впадает в апорею. Апорея – это буквально бессредственность. Ему нечего ответить. Он заявляет, я негодую, я не понимаю, как так случилось, но я стою на своем. Но нас интересует не это. Нас интересует несколько другое, а именно смысл того, что сейчас было сказано. Когда мы связываем мужество и благородство, мы привязываем мужество к некой цели, к некой высшей цели, или, по крайней мере, высокой цели. Эта высокая цель автоматом превращает добродетель в средство. Мужество – это просто средство достижения победы. Ничего больше. Но если добродетель – это только средство, то встает вопрос, а чем она отличается от любого другого средства? Вспоминайте Макиавелли, а в чем разница между злодейством и добродетелью? Для города какая разница, убили ли вы своего противника, пока он спал, или победили его в честном сражении, если победа достигнута? Никакой разницы нет. Они только что восхваляли Никия, который, не пролив ни капли крови, захватил остров просто переговорами. Но это означает, что мужество подчинено победе города. И что смерть отдельного человека – мужественная смерть. Для города только средство. Но в то же самое время это означает, что для города мужественная смерть в поражении хуже, чем бесчестная победа без сражения. Иными словами, город отрицает, отнимает трагический характер жизни у самого человека. Город отрицает трагедию. Город отрицает трагедию жизни еще и потому, что сам город не связан с трагедией. У города нет души, город не боится, город не умирает. Смерть невозможно испытать коллективно. Сократ, следовательно, намекает, что добродетель не является инструментальной. Но если она не является инструментальной, если это чистое человеческое совершенство, она не является политической. В этом смысле мы обнаруживаем конфликт между человеческим и политическим. Город готов забыть о добродетели ради победы. Город готов славить людей, которые недобродетельны, которые трусливы. При условии, что они делают то, что город от них просит. Иными словами, не потому, что город может требовать от человека смерти, а что он может требовать прямо обратного, позорной жизни, немужественной жизни. Собственно, в этом противостоянии благородства и мужества лохет затукает. Сократ, он принимает факт насильственной смерти, но не принимает того, что его определение мужества неправильно. Поэтому Сократ пытается переключиться на другого участника этого разговора. На Нике. В надежде формально, что они сейчас с лохетом, заметьте, Сократ все время будет говорить, мы с лохетом, мы с лохетом, мы с лохетом. Потому что он, напоминаю вам, предпочитает качков, а не интеллектуалов. Так вот, Сократ с лохетом собираются исследовать Нике. И здесь мы возвращаемся к началу диалога. Когда Сократ только пристает к этим людям, как всегда, к своей дурацкой манере, Никей говорит, если сейчас Сократ заставит нас рассказывать, что такое, значит, вещь какая-нибудь, я его знаю давно, помни, лохет, мы будем выдавать не знание, мы будем выдавать собственную суть. Сократа не интересует, что такое, а Сократа интересует, кто мы. Ники это знает, потому что Ники уже давно, давно и плотно общается с Сократом. Так вот, когда лохет и Сократ вместе подсоединяются к Никию, Ники исходу говорит, сейчас, погодите, я расчехлю свой сократизм. И расчехляет сократизм. Сократизм расчехляется блестяще. Я от Сократа слышал, говорит Ники, что хороший человек – это знающий. Гоан Андреас Агафос Софос Эстин. Все, мужественный, говорит Ники, это хороший, значит, мужественный – это знающий, значит, мужество – это знание. Напомню вам, сейчас мы, добродетель, все откроем разом в одно предложение. Но пока остановимся. Мужество – это знание. Сократа спросит, какое знание? И Ники отвечает, это знание того, чего нужно опасаться, а чего нужно достигать. Чего опасаться, а к чему стремиться. Чего избегать, а к чему двигаться. Здесь ключевой момент заключается в том, что все это говорится в будущем времени. Все это про будущее. Знать, чего в будущем избегать и к чему в будущем стремиться. Согласно Ники, связь, знание и действие всегда должна вести к победе. Если вы знаете, чего опасаться, вы просто не будете опасных штук делать. Если знаете, что можно чего-то достичь, знаете, к чему стремиться, то будете этого достигать в 100% случаев из 100%. Иными словами, Ники указывает нам, что мир победившего знания – это мир без войны, мир полной гармонии. Когда надо, одно войско наступает, другое отступает. Потому что одно знает, к чему стремиться, а другое знает, чего бояться. А потом они делают это в обратную сторону и никогда не сходятся вместе. Здесь есть небольшая шутка. Конечно же, если вы почитаете любого современного исследователя, собственно, сражения гоплитов, или даже если вы почитаете относительно древних или, например, негреческих исследователей, они будут говорить одно и то же – греки сумасшедшие. Их война какая-то совершенно неправильная. Два войска сходятся, а потом они четыре дня или несколько дней ищут равнину, чтобы построить со своими любимыми фалангами. Что это говорят древние авторы и говорят современники? Как выглядит эта война, где вы такие – сейчас, сейчас, погоди, мы на ровное месточко перейдем и там обязательно сойдемся. Так вот, Ники и рисует нам такую примерно картину. Более того, тот факт, что мужество заключается в том, чтобы знать, чего опасаться, а к чему стремиться, предполагает, что страха в этой ситуации нет вообще. Если вы знаете, что вещь надо опасаться, вы с ней не встречаетесь. А если вы знаете, что к ней надо стремиться, то вы ее, очевидно, не боитесь ни при каких обстоятельствах. Более того, Ники показывает нам, и сейчас мы об этом поговорим, что абсолютное знание может подталкивать нас просто смерть предпочесть. Если смерть – это не та штука, которой надо опасаться, то нет вообще никаких проблем с тем, чтобы умереть при одном условии – только если нет загробной жизни. А вот если она есть, тогда смерть – это точно штука, которую надо опасаться. Но Ники так не думает. На что он немедленно получает удар от Лохета? Лохет все-таки присоединяется к Сократу в их тайном тандеме. Качок с качком нападают на несчастного интеллектуала. Их говорят на пару одно и то же. Лохет говорит буквально следующее. Что же это тогда получается? Если человек знает, что будет, то он мужественный. Но так крестьянин знает, что будет. Он знает, чего избегать, например, града или засухи, и знает, к чему стремиться, к большому урожаю. Врач что? Тоже получается мужественный. Он знает, чего избегать и знает, к чему стремиться. Ники говорит – нет, ты меня не понял. Врач знает, как победить болезнь. Но врач не знает, стоит ли побеждать болезнь. И тут Ники выдает трагический заход. Он говорит – ты ведь согласен, Лохет, что большинство людей лучше умереть? И Лохет говорит – конечно, согласен. Флатон также заставляет Ники предвидеть будущее. Ники говорит – от некоторых болезней лучше не излечиваться. Помните, Ники умирает в сицилийской экспедиции, будучи больным камнями в почках? Он не лечится. Так вот, Ники говорит – врач и земледелец – это не ответы. Они знают, как достичь цели, но они не знают, хорошо ли достижение цели, или плохо достижение цели. Мы вспоминаем немедленно Ксенофонта с его меморабилей. Стратег знает, как достичь победы, но он не знает, будет ли это победа ему во благо или во зло. Умный мужчина знает, как найти хорошую жену с богатым приданным, но он не знает, не будет ли она чудовищной тиранкой и не изведут ли его ее родственнички. На что Лохет, слыша это замечание, смело говорит – Ники, ты говоришь про один тип людей. Про предсказателей. Только предсказатели со стопроцентным вариантом знают, кому жить, а кому умереть. Но Ники отвечает – нет. Дело не в этом. Предсказатели знают, кто умрет, а кто нет. Но они не знают, будет ли это смерть во благо или во зло. Ники и Сократик настолько, что он предполагает, что смерть вполне себе может быть благом для человека, если он обладает соответствующим знанием, соответствующей добродетелью. Я отсылаю вас здесь, к платоновскому Критону. Когда Критон приходит к Сократу и говорит – тебя сейчас убьют, надо бежать. Сократ говорит – ты знаешь, мне ночью явилась женщина в белом и сказала, что бежать не надо. Критон говорит – через два дня корабль придет. Сократ говорит – во сне. Цитирует, собственно, Илиаду. Во сне женщина в белом сказала мне – в Тии прекрасно и на третий день ты достигнешь. Сократ говорит – через три дня придет корабль, а не через два. Женщина в белом – мы помним это из того факта, что Сократ, конечно, ученик Продика. Женщина в белом – это добродетель. У Ксенофонта в меморабилиях Ксенофонт цитирует речь Продика о Геракле. Две женщины приближаются к Гераклу. Женщина в белом и женщина в прозрачном. Женщина в белом – это добродетель. Так вот, Никий демонстрирует нам тот же самый заход. Добродетельный человек знает, когда надо умереть, когда смерть оказывается благом. Лохет парирует, парирует прекраснейшим образом. Но тогда, говорит Лохет, Никий, ты говоришь об каком-то Боге, о божественном человеке. Только такой человек может обладать таким знанием. Иными словами, Лохет говорит, что полное знание недоступно. Полное знание пока будущего недоступно. Лохет добавляет, что если это действительно так, если Никий говорит о божественном человеке, то все, что он говорит, это полный вздор и глупости, и чушь, и не надо это слушать ни при каких обстоятельствах. И Никий просто пытается скрыть свою собственную глупость за вот этими дурацкими рассуждениями. Но тут появляется Сократ. И Сократ начинает спрашивать интересные штуки. Он начинает задавать вопрос с очень простого. «Являются ли животные мужественными?» Ведь очевидно, у них нет никакого знания. И Никий говорит, ну, конечно, никакие животные мужественными быть не могут. «Ни животные, ни дети», подчеркивает он в аристотельвенском заходе. Лохет говорит, а львов мы что, не называем мужественными? А там всякие росомахи, вот эти вот пантеры, волки, вот эти ребята. Но Никий смело отвечает, конечно же, нет. Без знания не может быть никакой добродетели. У животных не может быть никакой добродетели. На что Сократ задает следующий вопрос. Вопрос довольно простой. Знание – это знание настоящего, прошлого и будущего, или только одно из них? И Никий соглашается. Знание – это знание настоящего, прошлого и будущего. Если ты знаешь суть вещи, ты знаешь, откуда она взялась, как она развивается и как она закончится. Это и есть суть знания. Но тогда знание, о котором говорит Лохет, это не просто знание опасного и безопасного. Это полное знание. Знание обо всех вещах целиком. И не просто знание обо всех вещах целиком, но знание обо всех вещах во всех временных измерениях. При этом Сократ ударяет судьбу Никия и замечает. Знающий, так как он знает все, не нуждается в чужой помощи. У него три примера – врач, земледелец и, конечно же, стратег. Сократ говорит, стратег не подчиняется предсказателям. Это предсказатели подчиняются стратегу. Никий все это прекрасно признает, но попадает в ловушку. Если мужество – это знание опасного и безопасного, и при том грядущего, настоящего и прошлого, то у Никия две проблемы, говорит Сократ. Во-первых, Никий определил мужество только по отношению к будущему, а не к настоящему и прошлому. И, соответственно, он не определил все мужество, а только его треть. С другой стороны, если Никий признает, что знание есть знание всего, то Никий открыл всю добродетель, а не добродетель мужества. Заметьте, мы нашли добродетель сходу в одно предложение. Так вот, Сократ говорит, но мы же договорились, что мы найдем только часть добродетеля, что мы найдем только мужество. А у тебя получается, что нет абсолютно никакой разницы между мужеством, мудростью, справедливостью или умеренностью. Никий на этом замолкает, при этом говоря, две интересные штуки. Первая штука, о которой он говорит – «Лохет, мы с тобой оба ничего не знаем, но ты сопротивляешься, а я не сопротивляюсь, потому что он знает Сократа». И второе. Никий говорит – «Я все понял, но я сейчас пойду к Дамону и к его друзьям, то есть к Продику, к учителю Сократа, и мы это с ними обсудим еще раз». То есть Никий, в отличие от Лохета, Никий не испытывает опории, не испытывает стыда и не пытается стоять на своем. Он отступает. Но важно не это, а важны некоторые другие вещи. Никий не просто Сократик. Никий – бульгарный Сократик. Предположение о том, что существует полное знание всех вещей, прямо противоположно знанию незнания. Предположение о том, что существует полное знание всех вещей или совершенное знание, предполагает очень интересную штуку. Оно предполагает полный детерминизм. В мужестве Никия нет никакого мужества, потому что нет элемента страха. Помните, страха непредсказуемого, страха неопределенности. Почему воин в строю боится? Не потому, что он знает, что смерть наступит, мы все знаем это, а потому, что она может наступить прямо сейчас с высоким шансом. В мире Никия такого страха быть не может. И потому никакого мужества в мире Никия нет. Однако мы возвращаемся к судьбе Никия. Когда в сицилийской экспедиции Никий понимает, что полного знания самостоятельно нельзя достичь, тогда в этой картине, в этой абсолютно софистической, то есть почти атеистической картине немедленно возникают боги и их шрицы, пророки, которые и могут предопределить будущее и сказать Никию, чего делать, а чего не делать. В этом смысле, хотя Никий, Сократик, провал его вульгарного сократизма заставляет его откатиться обратно к вульгарному или полному принятию благочестия и веры в богов, их существование, их способность предвидеть будущее, их способность передать это предвидение людям через специальных людей. Кроме того, Никий проваливается и еще в одном. Если мы вспомним, что Сократ говорит, что мужество может проявляться не только в борьбе со страхом, но и в борьбе с пороками, в борьбе со страстями и желаниями, тогда мы автоматом вспоминаем и кое-что еще. Никий и Лохет – оба прославленные стратеги. Как называется желание славы? Как называется желание победы? Я проспойлерю вам, они называются филоникия и филотемия. Филоникия – это желание победы. Собственно, от слова «ника» образовано имя Никий, победитель. Так вот, филотемия и филоникия – это то, что движет Никием и Лохетом. Но ни Никий, ни Лохет не замечают, что это пороки, это не добродетели. Ну и, понятное дело, порочные люди добродетельными быть не могут. Все этим и заканчивается. Сократ говорит, что ни Никий, ни Лохет, ни он сам не обнаружили мужества. И, соответственно, ни он, ни Лохет, ни Никий не могут учить детей Мелесия и Лисимаха. При этом Лисимах говорит, ничего страшного, Сократ, ты завтра к нам на ужин приходи, побеседуешь с детьми. И Сократ придет и побеседует, и все это закончится так, как я вам и описал. Ключевое здесь – это то, о чем мы говорить не будем, потому что я съел столько вашего времени, сколько смог проглотить. Ключевое здесь – это последняя трагедия, последний участник, о котором мы не говорили. Сократ и его добровольное принятие смерти от рук собственных сограждений. Сократ и его самоубийство. Каким-то образом Сократ должен быть мужественным, если он, конечно, философ и обладает добродетелью, в чем бы она ни заключалась. И каким-то образом его мужество требует от него смерти, точно так же, как от Лохета и Никия. Но если в случае Лохета и Никия их смерть – это провал, в случае Сократа его смерть – это успех. Но если это действительно успех, то Никий, по крайней мере, частично прав. Не всем людям нужно жить. Есть такие люди, которым лучше при определенных ситуациях умереть, чем продолжить жить. Но для того, чтобы разобраться с Сократом, конечно, нужно двигаться дальше. К чему мы двигаться не будем. Однако я укажу вам на одну интересную штуку. И на этой штуке закончим. Когда Сократ приводит Никия к мысли о том, что знание – это знание одновременно прошлого, настоящего и будущего, Никий ломается. Но проблема остается, и Сократ решает ее. По крайней мере, публично Сократ заявляет, что единственное подлинное знание – это знание вне временных вещей. Вещей, у которых нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Сократ побеждает проблему совершенного знания, выбивая из-под нее темпоральное измерение. То, чего Никий сделать не сможет. Эти штуки, которые существуют всегда, везде и неизменны – это, понятное дело, штуки, названия которых мы произносить уже не будем. Я лишь хочу подчеркнуть здесь и сейчас, что это учение публичное. Точно так же, как утверждение Сократа о том, что он всегда находился на рыночной площади, говоря с политиками, идиотами и всеми, кто пожелает. Хотя, на самом деле, с редчайшими исключениями мы практически всегда видим Сократа в приватной атмосфере, беседующим с молодыми людьми.